О, да! Катя, зайди, зайди сюда, выйди из-за шаров, выйди из-за шаров, они все безопасны практически. Я надеялась, вы меня не заметите. Здравствуйте, Софья, здравствуйте, здравствуйте. Ну вы к нам опять пришли, мы не одна, поэтому давайте расскажем, кто у нас сегодня в гостях. Начнем с паучка. Так, давайте начнем с паука. Это Брахипельма Альбопелосон, то есть паук-птицыед. О, я Катю так называю всегда. Вот он ядовит, вообще все пауки ядовиты, потому что иногда люди спрашивают, ядовит ли этот паук или нет. Все всегда пауки ядовиты, потому что это их основной принцип питания, внешнее пищеварение. Основной принцип нашей программы приносить мне кого-то ядовитого. А Катя, потому что все сегодня про себя что-нибудь рассказали, сняли какие-то сюжетики, а ты будешь бороться со своими страхами сейчас здесь. Так, дальше, рядом с пауком. Далее у нас идет скорпион императорский, у него есть очень интересная особенность, он может светиться в ультрафиолетовом свете. Давайте сейчас посмотрим на это, да? Нам нужна камера, наверное, чтобы поближе подойти. Вот есть специальный фонарик, да? Да, это фонарик, который светит ультрафиолетом. Сейчас, подождите. Давайте, все, заряжаемся. Вот, если посмотреть, вот фонарик вот так светит на руку, видите? Можно посветить на паука сначала. Да, вот посмотрите теперь на наших гостей. Значит, паук. Вот светим на паука. Ну, ничего не происходит, да? А вот вы пока на паука светите, у вас остальные коробки открыты. Ну, да, просто какие-то... И там кто-то выснул в ультрафиолет. А теперь, внимание, вот видите, черный скорпион, он черного света. О-о-о-о! Крутяк! О-о-о-о! Какой он яркий становится. Там змея язык показывает. Это она уже облизывается на меня, она мне хочет сожрать. Да, она хочет тебя съесть. Держите под контрольным коробки остальные. Рядом у нас... Это мшистый плоскохвостый геккон. Плоскохвостый! Он обитает на Мадагаскаре и очень хорошо маскируется под разные палочки, веточки. Он, да, похож, кстати, на веточки. Он может менять цвет, подстраиваясь под кору. Геккон нормально? У вас змея убегает. Нормально геккон? Нет. Можешь, возьмешь в ручки? Змею? Паука? Убирай. Ну, ладно. Ой, он прыгать умеет же, да? Да, все древесные гекконы. Он прыгать умеет. Катя, подходи ближе. Он прыгнет сейчас тебе на лицо, и все. И мы закончим. Все, и я закончусь. Твою карьеру навсегда. Змейка? Змея – это маисовый полос, одна из самых популярных змей в террореумистике. Да, они относятся к ужеобразным, то есть змея не ядовитая. Зачем ей салфетка была нужна? Ну, как подстилочка, он в ней зарывается, прячется и не так страшно. О, хотя бы змея не ядовитая. Ладно, меня вам не жалко. Змея не ядовитая, Катя. Ну, вам животных не жалко, они же тоже наверняка боятся. Кого? Тебя? Меня. Ну, конечно. Я, по крайней мере, буду этим это поверить. Подойди сюда. Закрой крышкой вот эту хотя бы. Катя, мы с тобой. Мы тебя защитим. Я возьму прямой удар на себя. Пойдем. Это бородатая Агама. Бородатая Агама. Они очень мирные, дружелюбные. Она что делает? Кусается, вгрызается, прыгает? Нет, она просто лежит. Это ее основное занятие. Она не побежит никуда. У 45 ты тоже станешь бородатой Агамой. Она никуда не собирается лежать. Мне кажется, вы же даже зрителя утомили. Ну, боюсь я, ну и боюсь. Оставьте меня своим страхом наедине. Ну, Агама-то чего тебе сделала? Посмотри. Она смотрит на меня так, как отаяние что-то сделала. Во взрослом возрасте они кушают салат, листики. Телеведущих не пожирают? Нет. Ну, кому они нужны-то вообще, эти телеведущие? Если я раз в жизни вот сейчас смогу что-то сделать, вот вы меня отстанете. Давай сделаем так. Ты закрываешь глаза, вытягиваешь руку, а мы кого-то из них садим тебе на руку. Самая большая суть страха, я же понимаю, что они там маленькие, что они меня физически не сожрут, но что он может быстро что-то сделать, переместиться куда-то, залезть под одежду или в волосы. Суть страха, это когда ты начинаешь долго что-то говорить, тянуть время и оттягивать этот момент, который все равно неизбежен, он произойдет. Давайте, наверное, вот геккончика. Он классный, смотри, он мягкий. Он очень бархатный. Он бархатный, мягкий. Что он там прыгает-то? Вот ящерица. Софья, за нового геккончика. Пойдем. Я возьму геккончик, но давайте мы закроем вот эту вот штуку. Вместе пойдем. Вот это, агава, игуана, авокадо. А что это начались какие-то у нас условия тут вдруг? Вот, вот. Он, смотри, он на нее прыгнул. Вот, он на меня так прыгнет. Он дружелюбный. Нет, у меня будет инсульт. Да с чего, ага. Будет у тебя. Иди сюда. Хвостик не хочет. Роман, все быстро закончится. Я очень просто хочу, чтобы реально не то, что я тебя видела. Без разговоров. Разговоры отставить. А как взять? Подожди. Просто подставить ладошку, он сам на нее зайдет. Можно вот так вот спереди еще подставить, чтобы он не прыгал. Быстро запрыг. Боже мой. Я пойду с полком пообщаюсь пока. Он на какого-то динозавра похож. Он очень приятный. Аккуратненько. Он похож на лизуна. У него лифтки, ласки. На лизуна ты похожа. У меня ручки мокрые. Сось, скажите, пожалуйста, кто у нас самый старший из присутствующих? Я. Самая старшая, наверное, змея. Даже нет. Можно сказать, что паук, хоть он и выглядит таким маленьким, и по нему вообще непонятно какого возраста, но живут они прилично по сравнению с другими насекомыми, паукообразными. Сейчас ему лет 80 уже. Ну, они могут дожить, в принципе, лет до 20 спокойно. Ух ты, круто. Спасибо большое. Мы постараемся Кате убеждать и дальше, что ничего страшного нет. А представляешь, что Фи вообще живет в этом во всем. Они на нее прыгают. Я к вам в гости не приду. Бывает всякое. Все, спасибо. Зато она к нам еще придет в гости обязательно. Но я, между прочим, стою рядом. Оцените степень морального роста человека. Главное, чтобы закрыто было.